Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал Заквайс. Продолжаем рассказывать про эмиграцию, эвакуацию людей, которые приезжают в Омаху. Буквально уже сколько? Две недели больше получается, да? 19 дней. 19 дней целых, 1 декабря. Всем привет! Приехали новые ребята в Омаху, они сами из Казахстана, прилетели, о счастливчики, они выиграли грин-карту. Посмотреть на живых людей, которые выиграли грин-карту. Это третья семья, которая выиграла грин-карту, которая приехала в Омаху, поэтому я все-таки начинаю верить, что на Марсе есть Женя и есть люди, которые грин-карту выигрывают. До этого мне казалось, что это из области нереального, тем более Казахстану, казалось бы, то есть, шансов ноль, тем не менее, люди выиграли грин-карту. Скажите, как вы добились этого вообще? Ну, со второго раза, получается, первый раз мы участвовали, мы прилетели, второй раз мы вообще не хотели подавать, ну, точнее, как тот автомат, просто последний день подачи заявок, там буквально оставалось час-два, мы подали, там фотки у нас получились такие на фоне стенки, с тенью, мы переживали за фото вообще ужасно, все замученные были, потому что пришли с работы, вот, и получается просто нехоть, отправили и забыли. Забыл представить для почтейшей публики, это Денис, это жена Дениса, Татьяна, вот, ну, молодые ребята, да, сколько вам лет? Ну, нам по 28. Самый возраст для переезда, самый замечательный возраст. То есть вы, как бы, не вот такие заявлые игральщики, то есть это у вас получилось чисто на Абум Лазаре, да? Да, я вообще очень много слышал про лотерею, грин-карт, еще, наверное, мне было лет 20, но подавать, вот, мы подавать решили где-то, вот, 26, нам было 25 лет, вот так. Первый раз мы ждали, там, думали, вот, обязательно выиграли, наверное, так у всех, кто играет в первый раз, наверное, все думают, а, мы победим, там, в мае, в мае узнают выиграть. Ну, да, естественно, да. Вот, поэтому ждать долго, больше 5-6, нет, даже 7 месяцев ждать, вот, и мы ждали все это время, просто какой-то азарт был, а во второй раз все было иначе. Азарта не было, мы вообще про это забыли, у нас были перемены в жизни, довольно хорошие работы и тому подобное, так что мы забыли вообще про эту лотерею. И только вот в мае, лазая по интернету, я чисто случайно наткнулся на обсуждение этой темы, то, что люди проверяют выигрыши, и думаю, а у нас же мы тоже зарегистрировали. Ну, да, уже играли, как бы, да. Проверил первым делом жены, вот, девушки вперед, мимо, проверил свою, и там же другая надпись, не has not been selected, а что-то другое было. Я прочитал, перевел, позвонил своей Тане, и уже обрадовал ее, и там начался процесс очень. Ну, отмечали хоть как-то? Да нет, потому что... Да, я вообще там, когда-то мне... Вот если бы я на главе Дмитрия, там 20 мужика, когда выиграл Бинкар, я бы сказал, е-е-е-е-е-е-е! Ну, там бы уже неделю ушел бы. Ну, на самом деле, получается, мы по очереди были там 37 тысяч, это такой, там выдаются кисть-набор, вот, и те, кто за 40 тысяч, им очень сильно переживать, потому что там каждый год доходит до 42 тысячи, либо до 40 тысячи. Вот в 2014-е ДиВи очень сильно многих людей обломил, вот, я изучал эту тему, там 40 тысяч 500 было, по-моему, проходных кейсов. А у нас такой был пограничный. Можно поволноваться, но, в принципе, уже надо было бы готовить документы. Ну, и, соответственно, заполнили анкеты. Там, опять-таки, с этими анкетами, там такие вопросы, где... Вообще, вот, тем, кто выиграет, я советую, кто будет заполнять анкеты, ребята, проверяйте все очень точно и пишите чистую правду. Это самое главное условие того, что нам дадут одобрить визу в консульстве. Понятно. А вы из Казахстана где живете там? В Западном Казахстане. В Западном Казахстане. То есть, не столица, ничего? Нет, нет. То есть, понятно. На интервью нам пришлось ехать на поезде двое суток. Два суток. Больше, чем двое суток. 50 туда часов, 58 часов оттуда на поезде в Алма-Ату. Получается, что с мая месяца, ну и практически по декабрь, вы улаживали все эти бюрократические вопросы? Нет, вообще нет. Получается, мы только, ну, узная о выигрыше в мае, заполнили в конце июля только анкеты. И только, это было в 2000, как он, не знаю, в 2014 году. И только в 2015, то есть, через год, в август нам назначили интервью. То есть, с момента выигрыша прошло чуть меньше полтора года до интервью. То есть, долго достаточно. Долго достаточно. Долго достаточно. Ну и, соответственно, все, вот такой вопрос, там надо было и делать переводы, заполнять, сверять документы, очень много всего этого. Плюс подтверждение того, что у тебя есть хоть какая-то копеечка на счету, что ты приедешь и не будешь сидеть на пособиях. Ну да, ничего, просто понятно. Ну а почему такой своеобразный выбор? То есть, в основном люди, которые выиграют грин-карты, не стремятся к какие-то крупные города. А тут такой, ну, для людей, которые смотрят канал, ну, скажем так, те, кто... Мои постоянные зрители, они уже про муху много кто знает. Но есть люди, которые, например, на канал подключаются недавно. И, в основном, у всех стереотип мышления, что нужно ехать обязательно в крупный город, там проще затеряться, проще устроиться. Почему вы решили, что именно вон уху нужно ехать? Ваши... Хотелось более критерий, как было? Все очень просто. Когда мы выиграли, у нас не было такой прям мании эмигрировать. У нас там все было окей. Просто дело в том, что такой, как это назвать... Авантюризм, наверное, молодой. Здоровый авантюризм. Да, здоровый авантюризм, потому что... А почему бы, собственно, и нет? Вернуться мы можем в любой момент. Гражданство у нас осталось казахстанское. Вот. А вот так повидать нет. Ну и, разумеется, когда мы выиграли, мы о Штатах знали чисто из фильмов все. Любой человек, наверное, умом мы понимали, что нельзя вот так вот думать, что ты туда приедешь, точнее сюда уже, и здесь будет земля обетованная, рай, и там подобно все равно надо к этому готовиться. И надо выбирать место очень тщательно. Мы для начала планировали Сиэтл. Вот, ребята, получается, у нас в Америке знакомых не было вообще. Ни одного человека. Но надо было на интервью предоставить адрес. Вот. И благодаря одному форуму, вот, я связался с молодым человеком из Сиэтла. И он предоставил адрес. Точнее, он познакомился с семейной парой, которая дала нам адрес. За что им, кстати, спасибо огромное. Вот. И мы на интервью прошли благодаря вот этому адресу тоже. Это немаловажный факт был. И мы собирались в Сиэтл, но посмотрев свои возможности финансовые и поняв, что Сиэтл это довольно дорогой город. Достаточно дорогой. Очень дорогой город. Потому что это такая, можно сказать, элитная белая Америка, Сиэтл своего рода. Весьма элит. Да, очень классный город. Но мы вот подумали, что не то, чтобы не потянем ногу, будет труднее, чем это. И вот я, получается, смотрел много видео блогеров про Америку. Конечно, нужно узнать, куда ты собираешься ехать. Точнее, лететь. И, соответственно, наткнулись на твой канал. И, в принципе, уже начали обдумывать этот вариант. Много републик. Первая переписка. Да, да, вот и связались. И, в принципе, почитали и про ОМУХу, и про то, что здесь довольно-таки по бюджету более мы укладываемся, более лучше для старта. И тем более есть человек, который профессионально занимается адаптацией других людей. И мы решили, что это самый такой стоящий вариант в этом плане. Я просто рассказывал, в чем разница между адаптацией и просто продажей услуг. Есть люди, которые просто продают свои услуги, они, грубо говоря, список. Эти услуги предоставили строго по поиску ранта, потом до свидания и забыли. То есть адаптация, когда тебя подробно вписывают в твое новое место, показывают твои новые соушники, ты приезжаешь практически в другую страну, с другим менталитетом, и начинаешь свою жизнь вписать. Да, это... Необходимо обрасти связями, необходимо обрасти какими-то знакомыми, кому можно позвонить, обратиться, опять же информация про работу, про то, про себя, пятое, десятое, чтобы человек, в первую очередь, не просто получил список услуг, а чтобы он мог самостоятельно, вот в этом новом обществе, в этом новом месте жить, ассимилироваться, ассимилироваться и без чужой помощи постепенно начинать что-то, какие-то движения самостоятельные. Вот в чем смысл адаптации. Да, просто для людей, которые думают, что они все знают сами, все у них будет шито-крыто, я, наверное, скажу следующее. Это не стопроцентный факт, ребята, что вы прилетите, и у вас будет все как по маслу. Это совсем не то, чтобы легкотня, это далеко не легкотня. И просто, когда человек, который знает, как здесь уже прожил достаточное время, это очень классная опора и поддержка. Я не отрицаю этот факт, что, наверное, есть люди такие, которые знают совершенно английский, которые, может быть, уже летали в США не один раз. Но для людей, которые впервые сюда летят, я думаю, это просто идеально. соотношение вложений и результата. Я думаю, да, ты прав, Максим Тож, есть люди, которые, допустим, могут по делу там раз-раз-раз-раз, но вот на примере нас у тебя совсем другой подход был, более такой личный, наверное. Ну да. Во-первых, я понял, что вы молодые, у вас не было вообще опыта путешествия в Другистан. Для вас это очень серьезный экспириенс, тем более попасть в Казахстан. Ладно, я там какой-то матерый путешественник, такой я встречал людей, которые сюда в Бумху проезжали, которые тоже такой, благодаря вам, серьезные имели там и автостопом по Декитаю путешествовать. Такие, знаешь, что юристы уже такие матерые. Но вот тут я столкнулся с вами и понял, что вам действительно нужна такая помощь, потому что для вас это все новое абсолютно. и нужно показать просто как здесь цивилизованные люди себя чувствуют, как вот надо вот это делать, вот это делать, чтобы вы просто не тормозили, не было чувства, какого-то, не знаю, комплексов каких-то, чтобы вы просто нормально себя чувствовали комфортно. А не было никаких вот, не было, как сказать, дискомфорта. Все должно быть радостно. Не надо людям создавать дополнительный дискомфорт. У них как своего стресса достаточно, перелет, все проще. Наоборот, нужно максимально объяснить правила игры на месте, чтобы проще было жить. Да, вот конкретный пример на нас. Мы прилетели в Нью-Йорк, мы сразу, как только я вышел с терминала уже к граничному контролю, к таможенному контролю, и я понял, что все, мы в другой стране, здесь все другое, и у нас был шок. Он прям начался не так постепенно, он начался прям буквально раз, и все. И началось вот это вот, я должен объясниться с офицером, который стоит пограничный. И вот это вот все, и найти терминал, вот это, и понимаешь, очень много людей, которые просто ты даже не сможешь подойти и спросить, а куда туда, туда туда пройти. И вот, когда мы уже прилетели в Чикаго, а мы добирались до Чикаго очень долго, вот, и, получается, нас встретил, сразу получилось какое-то облегчение. Градус вот этого напряжения, он упал, потому что, вот ты сейчас знаешь, что ты можешь расслабиться, человек просто тебя, как бы это сказать, доверяешь в руки себя, и можешь уже расслабиться, наконец-то, хотя бы немного выдохнуть, потому что, уже знающий человек, он тебя сейчас покажет, поводит, отвезет, и тому подобное. Вот, я считаю, что это, я не жалею вот этого, насчет вот этого вообще. Ну, Чикаго, ты понял, что это приключение было то еще. Ну, да. Есть чем сомнить. Ну, вот ты посмотрел, в чем отличается крупный мегаполис от города. Я специально тебе, помнишь, сказал, лучше полететь в Чикаго, у вас потом нескоро возит возможность полететь, но у вас вот это вот, прибытие вот в крупный мегаполис, вы его прочувствуете. Я как-то, большой город это big problem. Большой стресс, очень стресс. Это очень большие проблемы. И в том-то дело, что Омаха отличается от всего этого, наверное, тем, что здесь действительно более жизнь тише, расслабленная, спокойнее. Здесь действительно начинаешь, у тебя есть время и возможность не торопясь в расслабленном состоянии проходить свою миграцию, свою адаптацию, точнее. Вот. И это очень хорошая возможность прочувствовать Америку в более спокойном темпе. Ну да, и спокойно, ты видишь сегодня и направо, как бы экзамен сдал, спокойно, расслаблено, без очереди. На самом деле, я могу сказать, у меня был опыт, когда я ездил в другом штате и пошел в ДЛВ, там просто обезьянник, вот здесь как бы чеки, с номерами, здесь вызывают строго по очереди, там никого не было. В том офисе, просто вот я попал как будто в зоопарк, там все прыгают, кричат, по негде, здесь энд офлайн, за что отвечать, просто небо. Вообще было непонятно, бардак полный, там через два штата, я там просто ездил, уложил вопросы, а не отрезал. То есть небо и земля абсолютно, там с покупкой машины, вот, грубо говоря, купили машину, там парень, ну по своей собственной глупости, просто забыл, там две цифры поменять, он же спокойно исправил. В Нью-Йорке, например, спокойно могли машину впарить, прям на раз, два, три, и там бы, ты бы этого человека больше бы и не нашел. Вообще замечательно. Большой город. Вот. Ну да, действительно, и я вот опять-таки не буду говорить про все штаты, но здесь в Омахе вот эти пункты, допустим, покупка машины, не надо никаких нотариусов, там подобных, человек просто написал тебе, что-то он тебе продает машину. Все, бумажки этой достаточно, чтобы прийти, как этот офис называется? Драйвер моторбайкл. ДМВ. Да. Вот. Прийти, сказать, вот я купил машину, пожалуйста, дайте мне номера. То есть, ты не ждешь номера, тебе они сразу просто дают номера, заполняешь бланки, и вот, максим свидетель, как я там, то у меня, я не знаю, свой одометр, миляш, то еще что-нибудь. Исправление начали делать, начали исправление делать. И там люди не так, типа, у тебя ничего не готово, иди добирай свои бумажки. Нет, получилось так, то, что Мила улыбалась и до конца терпела мою глупость. И показывал, что нужно парить, указывал пальцем, тут подпишись, ям подпиши, то есть она спокойно. То есть, буквально машину оформили за 10-15 минут. Максим, без всяких машин, без инспекции все сделаю вообще. То есть, никто ничего не смотрел, не осматривал, и, грубо говоря, все это очень просто, и... Ну, просто, и бездар. Ну, вы из Self-Acephure достаточно быстро получили офис достаточно оперативно сработал. Неделя? Да. Я могу сказать, что это для меня удивление, потому что предыдущие ребята достаточно долго вы ждали. Если вы получили так быстро с Self-Acephure, то остальные документы должны достаточно быстро прийти. Да, мы думаем, грин-карты придут с недель на неделю. Потому что, первичное, как бы, есть его все. И работать, как ты видишь, найти достаточно просто, просто по специальности, тем более. ты как бы у нас айтишник, да? Инженер. Инженер айтишник, специалист по обслуживанию АТМУ, да? Да. То есть, время на работу ты уже нашел, как бы, по минимуму. То есть, у тебя уже нету этого АТМура, что нету денег, там, на оплату, и так далее. Получается, я работаю... В понедельник тоже выходишь, как бы, это... 16 дней. Да? Нормально, в принципе. Причем сам. то есть, нету здесь такого, ну, не знаю, опять-таки, не скажу за все штаты, но у меня не было такого, что не получилось у меня побегать по конторам. То есть, первое же два-три места я отправил из зимы, и буквально сразу же ответил. Ну, по-любому смотреть, что будет бежать друг к ферме, мы по-любому-то еще сходим, Может быть, будет более лучшие предложения. А потом, я все это тебе даю, как бы, совет. Если, тем более, специализироваться на АТМах, мы в Банке, тем более, спрашивали, нужно просто на эту ферму выйти, которая здесь занимается обслуживанием, и мы туда специализированы, где можно, подготовив его непосредственно по американскому стандарту, узнав, что необходимо нужно, именно твои собственные знания перечислить. Я думаю, здесь сертификация нужна какая-то. Какая-то, да. Но у тебя там были сертификации, которые нужно просто на попроси переслать и заверить их, и идти этим путем. Потому что, если у тебя есть опыт обслуживания, я знаю, ребята, которые приезжали, у кого есть именно опыт работы руками, они востребованы, и платят очень хорошо, и 35 долларов платят, и 40 и больше, все зависит от твоей собственной перечисликации. Поэтому, смысл тебе сидеть на одном месте, по минимальной зарплате, потому что хорошая работа, пусть это даже замечательный коллектив нет. Америка сделала для того, что степ-ай-степ поднимался и делал свою карьеру. Просто дело в том, что я подумал, как зарплата зарплатой, а опыт, экспириенс, он очень нужен. Опыт нужен. Это по-любому, это по-любому надо вливаться в американское культуру работы. Это надо все узнавать, прочувствовать, и требовать себе золотые горы в самом начале. Я думаю, это немного наивно было бы. Еще тебе потребуется важная вещь, это поручительство и хорошие рекомендации. Первое место работы нужно все хорошо проявить, чтобы когда ты устраиваешь на следующую работу, туда перезвонят на твое первое место работы, спросят, на сколько ты responsibility person, на сколько ты... Ну, это все с social security number, это все отражается, они прям могут проверить. Ну, они в первую очередь попросят телефон твоего супервизора, если ты будешь на следующую место работы устраивать, и перезвонят. Это практика, в Америке она 100%, и спросят, как ты работал, и так далее. Если, например, у тебя два места работы, оба предыдущих, два начальника скажут, ты хороший сотрудник, все считай, да, 100%, и очень сильно влияет, например, роль, когда тебя за руку кто-то приводит на компанию, то есть, если следующая компания, где ты знакомый, да, и тебе, за тебя кто-то поручается, например, как вот, я сразу в свое время в фирму, вот именно он-трак, у меня там человек поручился, и фактически меня привел к боссу, сказал, я знаю этого парня, он как бы с подсеквилити, и меня взяли тоже бесправлять, то есть, с моим водительским стажем посмотрел и сказали, блин, а вообще, вот работы здесь много, много работы, то есть, вот эта вот неправда, которая говорит, что в Америке куча безработных, которые не могут работать, мне кажется, здесь безработные, они безработные по собственному желанию, ну, да, тут ты прав, потому что это люди, которые просто не хотят ничего делать вообще, здесь довольно-таки большая социальная поддержка в Штатах, и я думаю, что люди более привыкли к легкой жизни, наверное, вот так вот, простым, допустим, те же самые, вот, насколько я знаю, это, партами, да, пришел, взял продукты, пантрей, пантрей, пантрей помощи, вот, и так что, я думаю, да, действительно, но работы много, действительно, ну, на первое время, не все же приезжают, как бы, кто выдал ГНК, то пантрей на первое время все помогает, если в других Штатах эти программы социальные практически свернуты, в области, наоборот, они все больше и больше разборачиваются, я знаю, там, которые приехали и вообще-то с принимальными деньгами, которые дожидались разрешения на работу, и потянули к этому банку, то есть, брали эту помощь, это не зазорно считается, то есть, как ты считаешь, да, я тоже считаю, что в этом нет ничего такого, просто, дело в том, что я изначально подумал, как, вот сейчас, такая вот, безвозмездность, такая халява, вот, и она меня еще расслабит, нет, я лучше, лучше я буду работать, потому что это будет, более, больше плодов принесет, а так, да, действительно, ничего, я считаю, что зазором нет, потому что это, ну, раз это есть, так этим можно пользоваться, в чем проблема? Я считаю, я был поражен, потому что обычно люди, которые мне показывают, ну, Скатер, ты, третья семья, которая, вот так вот, благородно сказала, нет, ребята, это, конечно, панцией хорошо, но мы сами будем все делать, и меня это было удивление, потому что, большинство людей, которые приезжают сюда, наоборот, о, это халява, это халява, это и быстро, список давай, список, список, так, сюда пойдем, сюда пойдем, сюда пойдем, пойдем, и начали так, по этому, прям, списку, и остановить нельзя, машина там сбивается у людей, прямо под завязку, так, что из машины все вываливается, уже класть некуда, но едут, потому что это халява, вот, меня поразили, как у вас еще там, буквально две семьи, которые вот так же, повели себя, как настоящие белые люди, то есть, вот, да, это хорошо, это здорово, да, да, надо уж приблиняться, нет, но, что, как бы вы сказали, что мы лучше это заработаем, я прям, скажу, блин, респект, смотри себя, респект, люди, которые хотят не халяву, которые сами хотят что-то добиться, это очень серьезно, то есть, серьезная заявка такая, очень серьезная заявка. Да, я думаю, я думаю, то, что просто нужда будет, можно попробовать. Да, пока нужды нету, да, я, главное, объясню, механизм все это работает. Да, да, это, я думаю, это очень полезная информация. Вы сюда ехали, и думали, надо работать найти, надо работать найти. Действительно, я думаю, что это очень полезная информация, И, понимаешь, ты показал нам, отвез в то место, в то место, а потом раз и список целый вывалил, а там окажется 5-6-7 мест. Я не считал конкретно того, и я так понимаю, что да, действительно, здесь голодной смерти не помрешь. Скорее того, придется серьезно заниматься сбрасыванием веса, это большая проблема. Да, действительно. Ну и с американской едой, не знаю, мне понравилась нормальная пища, конечно, можно там, опять-таки здесь такая вот, я считаю, что страна, она такая, один большой такой шоп-магазин, вот, и там вот надо поездить, там посмотреть, где дешевле, опять-таки ты эту информацию все предоставляешь, тебе можно вот это найти, это. Я думаю, для людей, которые там привыкли есть исключительно какой-нибудь длиннозерный рис и вместе с какой-то определенной зеленью, я думаю, тоже полезная информация, это да, я в шутку, в этом плане. Где что купить? Потому что первые дни, как мы приехали, получается, ты нас возил по магазинам, показывал, вот здесь лучше покупать вот это, здесь дешевле вот это, здесь это тоже, это... Тем более, американцы, они экономят, они экономят очень, действительно, они умеют это делать, для них каждый доллар имеет значение. Я считаю, что это правильно, знать, где можно что-то купить дешевле. Хорошо, еще такой вопрос, тоже люди интересуются. А ты оказался практически в центре Америки настоящий, то есть вот Америки, то есть не там, где переполнены эмигрантами, а тут та самая Америка, которую фильм показывает. Вот, твое мнение непредвзятое, как американцы к прежнему относятся, нет ли какого-то негативного отношения, пренебреживительного, еще что-то не испытывал, как бы вот... Наоборот, люди, я не знаю, наверное, большие города здесь, здесь вот какая разница, большие города, это сборище разных слоев эмигрантов со всего мира. Разных периодов еще. А в Омахе, то есть там даже свои диаспоры, свои сообщества и тому подобное, там целые кварталы, Чайна-тауны, Мексика-тауны, Мексика-тауны, Наши-тауны, Украин-тауны, Больши. Да, это все понятно, людям как социально держаться вместе всегда легче. Но вот здесь вот, в Омахе, получается, здесь такое не особо чувствуется, а чувствуется то, что ты вливаешься в American Life, в американскую жизнь, вот. И американцы очень приветливы к тебе, если они тебя спрашивают откуда, мы говорим с Казахстана, они не особо знают где это, ну, объяснение такое, рядом с Китаем, либо рядом с Россией мы говорим, вот. В принципе, так и есть все это, вот. Битвин, Россия, начали. Да, и говоришь в Центральной Азии, они начинают понимать где это, и спрашивают, там, на каком языке вы разговариваете, мы говорим то, что мы на русском языке говорим, вот. И они более такие, мы как бы, они более приветливые вот в этом плане, действительно, ни разу проблем еще не возникало, что мне сказали, типа, ты меня, ты меняешь. Ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю, иди отсюда, такого нет. Я думаю, вряд ли будет. Люди стараются друг другу помогать. Ну, это, наверное, везде так. Ну, в нормальном месте, с нормальной людьми на самом деле, это нормальные люди, то есть во всех странах, конечно, будет старое изполагание. Да, во всех странах, я считаю, есть нормальные люди, просто где-то их больше, где-то их меньше. Ну, то есть вы не обломаетесь, потому что вы приехали сюда. Нет, вообще не обломаемся, и вообще все здорово, все просто получается. вот у нас тут надо сделать это вот это и понимаешь максим когда ты ставишь себе цель задачу и ты понимаешь то что ты должен это сделать быстро потому что деньги которые ты взял с собой признаюсь честно небольшие дали даже не мешок когда сзади за спиной тебя ты понимаешь что тебе нужно раз два три четыре там сделать сразу купить машину там какую-нибудь там ведро чтобы поездила получить права получить social security набор потому что тебе это надо это можно заправить и страховка тоже и вот опять-таки благодаря тебе и сделал дешевле чем мог бы сделать там в каком-то другом месте мне потом наверное зарядили побольше там есть такие наверное с моими казахстанские правами наверное есть такие где 300 долларов в месяц спокойно с тебя сдерут вот и в принципе все отлично ты понимаешь что что тебе нужно это сделать и опять-таки такая вот помощь с твоей стороны получается вот твои услуги они конкретный самый настоящий такой оправданный костыль который помогает не очаровался то что мы договорились я выполнил а ты считаешь что там еще пару пунктов поставка я доделал я знаю мы некоторые услуги переслили просто отложены потому что вам сейчас не нужно это значит мы сделаем по-любому потому что это необходимо сделать конечно вот теперь самый интересный вопрос мы выслушали главу семейства которые по идее на плечи которого вся ответственность а теперь мастопьяная тяжесть я ну смотри как бы я понимаю тебя с английским похуже было чем у твоего мужа да да я думаю что у меня получше я его учил 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 сюда приехал и такое ощущение что я просто ходячий словарик а сказать ничего не могу у меня какой-то ступор все время происходит я сначала учуя я услышал речь их и не знаю теряясь сейчас уже более привыкать стало ну точно что они по-другому говорят чем то что в учебниках они не другой язык совершенно другое произношение и я не могу ответить тоже я не могу всегда понять что они говорят так вот 50 на 50 получается хорошо вот эти курсы если они вообще действия не действия просто спрашивать потому что люди тоже интересуются не мало людей кто владеет активным языком в основном люди которые знают сквозу тейбл там имеют какой-то разговорник и они дико партия в чужую страну не зная языка но кто-то слышу краем уха что есть там какие-то вроде курсы english second language вот вы на эти курсы ходите уже фактически две недели правильно получается недели сколько получается у нас недели два занятия мы одну неделю отходили а второй за машиной мы два занятия пропустили но тем не менее вы планируете дальше ходить если толпа с твоей точки зрения отхождение этих занятий помогает ли они есть толку вот два занятия мы ходили и уже у нас поделен на две группы мы ходим с мексиканцами там группе нас 15 человек мы только вдвоем вот русские остальные все мексиканцы белые подожди пушка но а насколько я помню вы же сдавали когда тесты вот эти вас по знаниям на две группы разбили для более серии сильная группа была я послабее нас конце концов объединили и еще вот сейчас в этой группе нас опять там поделили слабенько да а вот это второй занятий конверсейшн вы на него не ходите потому что действительно без машины ну поздравляем машину теперь купленного да сейчас на нашли наконец-то то что нужно купить то что не развалится и то что отъедет хотя бы там годик ну да здесь давно должно отъездить по-любому за эти деньги но по-любому отъездить а вот конверсейшн я считаю необходимо начать ходить то что что такое конверсейшн это вот группа там вы говорили с четырех пяти студентов и преподаватель и там не заниматься грамматикой там просто идет ситуативная беседа раз диалог вы учитесь слушать и на слух воспринимать вот эти смысловые фразы там пользу без ковства не нужно для правильного знания языка делать дословный перевод нужно просто те языковые клише которые они используют просто в голову закидывать и использовать по ситуации не пытаясь делать дословный перевод сам категорюсу эти билеты готовка к самым тестом не нужно делать дословного перевода просто пневмонички это вопрос с ответом сопоставить и на этом и подготовиться к сдаче экзаменов на право кстати многие вопросы когда все-таки были запреднительные моменты когда я переводила дословно и как бы сама начинала думать ответ то помогало ну да ну вообще принципе лучше работать ими готовыми фразами конструкциями именно запоминать не по словам а именно конструкциями кусками вот это гораздо лучше мне ничего там человек слышит хорошо если муж твой атишник то ты так понимаю предматер и дипломированная домохозяйка или кто или неправильно сказал хорошо мне кажется что у тебя гораздо проще чем уже потому что у мужа есть же набор каких-то его знаний и мы уже как бы будешь и предначерпан как он управляет двигаться а тебя же мне кажется гораздо больше горизонт открывается потому что ты здесь можешь начать с нуля реальный свой карьер билдинг или что-то серьезное вот позже мы с тобой поехали там познакомились с ритой да который занимается профессиональным парикмахерством она как бы объяснил эти нюансы все эти кухни а потом там говорили по полу медицины ты для себя что-то уже определился или ты еще будешь смотреть пока есть возможность отниматься просто совершенством языка и чуть попозже тогда уже себя поделишь и ты сейчас учетка знаешь что тебе интересно как он управляет и будет в плане вот своего развития пока нацелился как-то вот на нос на сестру да да ну я понимаю то что без английского сейчас мне надо подучиться потом пойти и сдать экзамен просто выходить до тех пор пока не сдам уже потом ступлю там можно вот мы узнавали полгода учиться стать помощницей как портаем устроиться и продолжать дальше учиться и так все выше выше там до шести лет вообще учиться ну то есть вот а схема которой он сказал что вначале работает муж учиться женой а потом меняетесь местами то есть вы решили по этому пути пойти да ну именно твоя карьерного роста ну вообще я хочу тоже стараться на работу ну да вначале ты учишься потом устроишься на работу нет хочу сейчас а тут и сейчас хочешь а вот так вот даже ну когда нужно просто временную работу найти чисто чтобы у тебя уровень языка поднялся и продолжает учиться на курсы ходить потом уже дальше двигаться экзамены сдавать ну хорошо значит что-то искать что-то интересное не слишком обременительно потому что я дом сидеть наверное не смогу я с ума садил муфига целый день работе ох ну что же права у тебя есть ученические на три месяца тебе только осталось вождение немножко подтянуть свое вот чтобы с нуля с нуля подтянуть вот слушай права это хорошо я знаю здесь одну женщину которая господи не соврать ну лет пять если не шесть на права сдавала вот все вместе теорию по практику заманал всю советскую власть повезло и тем что она уже купила недвижимость в другом штате как бы там она вайбер она купила недвижимость в Непраске и наконец-то сдавала в Непрасском драйвер мотор вайбер где ее не знали в лицо а там она же примелькалась так что ее там встречали с песнями и плясками так что у тебя пишет теорию сдавал сразу то есть вождение это несложно на самом деле просто не нужно когда ездим я в принципе все понимаю куда еще как не выезжать на интерстейт по первому улочки здесь есть дублёры спокойно можно ну и опять таки надо отметить что здесь все намного проще как мне такого дорожного конкретно с подрезанием и совсем прочим я как-то не был водителем в Казахстане я имел ввиду проще даже просто получить права сдать экзамен то есть ты приходишь во первых у тебя нет никакой возможности их купить тебе в любом придется ну это да да в любом придется учить это я считаю вам зачем купил подалили да и такой вопрос да просто дело в том что тебе придется сдавать тесты и в голове у тебя что-то отложится и ты уже будешь водить хоть чуточку лучше и опять таки на практике когда если будешь ездить с инструктором опять таки у тебя опыт добавится а не так чтобы ты пришел дал денежку и забрал права и гоняй сколько хочешь я думаю в этом плане и соответственно несмотря на это при этом это все довольно таки дружелюбно и очень просто это сделать я считаю это очень здорово вот и самые дороги сами водители которые ездят с тобой на дороге они как бы общие участники у них есть такое что они все участники движения и они должны соблюдать правила и они должны то есть отвечать не только за свою безопасность за безопасность тех кто едет рядом и соответственно все мы прекрасно понимаем что если кто-то в кого-то врежется а тот будет тереть шею там типа ему что-то больно то это обернется очень неплохими денежными тратами я считаю наличие страховки здесь крайне наличие обязательно нужна страховка без страховки могут нахлобучить серьезно ну что же идея понятна с вождением тоже ясно просто нужно кишку шаговой доступности пока здесь магазинчик тут цепь недалеко есть например рассмотреть возможность данный портай хотя просто смотри как коллектив работает просто себя просто понять как вообще все это функционирует и жизнь подтянешь модель это не фута на просто портай приходите смотри тут очень много вакансии в том же обморке и там в том же хайве и очень много этих вакансий есть временных таких не рассматриваться на работу но с чего-то начать спокойно можно прикрепить подать ей в общем-то говоря устроиться как-то ты не комплексуешь ты как бы уже как кинулась да как сказали в одном очень хорошем фильме бояться глупо так что лучше не бояться и делать чем все время переживать что у тебя не получится это глупо кстати вот не бояться и бояться и чтобы ты мог бы уже со своей колокольни оказавшись здесь могут дать совет людям которые находятся в своей стране еще находятся зоне комфорта неоднократно были разговоры про то что сейчас творится в постсоветских странах то есть и менты прогнозы далеко не радужные сгущая краски но я просто все время сгущаю потому что я реалист ну это знаешь максим очень такой вопрос деликатный щекотливый я не такая политичный человек я мы не попали вообще мы говорим про тех людей у которых сейчас все хорошо и они думают что и завтра будет сейчас дам совет вот я просто хочу сказать то что если есть возможность если действительно есть желание изменить свою жизнь просто люди мечтают о разном кто-то мечтает там жить в испании кто-то мечтает жить и в москве таких людей очень много более чем уверен просто у каждого есть свое желание но те кто хочет поехать штаты и все еще думают я думаю то что попробуйте от этого хуже не будет а то что зона комфорта но зона комфорта можно и здесь создать нет нет проблем здесь до сих пор еще жива американская мечта и здесь можно устроиться в своем уютном гнездышке здесь не будет таких проблем я не считаю то что конечном счете это огромная разница в том что здесь поддержка есть для людей есть работа и здесь вообще очень прикольная жизнь не америка пока что только принимает эта страна меня на ура если он только об этом думал только что сегодня не говорил свои супруги америка меня пока принимает отлично конечно посмотрим что будет дальше но совет наверное дерзайте это это очень важное решение конечно но я думаю что попробуется по силам каждому только надо не побояться не боятся оторвать задницу от дивана не боятся найти какую-то информацию не боятся сделать хотя бы какие-то шаги чтобы что-то в своей жизни поменять да и не боятся связывается с людьми опять-таки вот получается например живом я влазил по youtube конечно я понимал в майами мне дорога заказа во первых жарко а во вторых действительно там все там цены раза в два выше чем здесь вот то же самое сиэтлан да очень хотелось но не понимал то что надо надо начинать с чего-то поменьше и чтобы лучше я понимал вот надо я искал такой вариант и наткнулся на твой канал вот опять-таки прежде чем сделать решение прежде чем написать тебе скайпе я очень хорошенько все рассмотрел все видео я понял то что довольно неплохой город омаха и опять-таки у тебя на канале все подробно там за сколько можно снять жилье ты освещаешь такие моменты которые для нового иммигранта для тех кто собирается их лететь в америку на пмж они актуальны эти вопросы и ты освещаешь их на этом канале поэтому я понял то что нужно не стесняясь писать тебе skype и уже конкретно договариваться о всех остальных прочих моментах так что да ты совершенно прав но отлично тогда что на этой славной ноте мы первое интервью заканчиваем вы первые до письма почему а самое интересное будет когда пройдет пару месяцев не может суть это эйфория потому что вы сейчас все находитесь в эйфории ну да вы еще уже как бы не туристы но вы еще не такие вот вот труженики производства и силам вам еще нужно здесь поработать столкнуться с разными хорошими нюансами пластими нюансами обычно регулярно американской жизни и через пару месяцев могу снять повторное интервью поменялось ли у вас какие-то точки зрения что-то может посоветуйте людям которые сюда едут расскажите свои 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 свойства собственного это крайне интересно будет не только какую-то рекламу хочу сделать просто очень много людей они пребывают в информационном вакууме вот у меня второй человек который приехал выключить снимодельно сниму видео мы сниму как бы уже двое суток оттеночной машине но то есть я там туда в одну из тебя повез другой металл длинные были заказаны конечно когда чакнул детстве и что мы говорим и он рассказал ну ему там уже 54 года припасать 54 года мужик приехал бросил все и приехал сюда то есть инженер блин я бы раньше сорвался но не было информации не откуда ее было раньше эту информацию получить и таких людей которые просто не знаете информацию получить их огромное количество что не знает он смотрит телевизор где там одна и та же шарманка у нас максим же по-другому мы получаете выиграли 3 у нас нету таких проблем что вот надо получать разрешение на работу надо получать разрешение здесь остаться вы счастливчики ребята вы выиграть слушать может им еще пауэрбол сыграть там сейчас на кону по моему 180 миллионов долларов почему бы не сыграть пауэрбол во вдруг еще и там сорвать и кушать вот это будет вообще номер там стоит копеечка я никогда просто не играл в лотерей но может пять долларов может шесть на любой заправке продается узнайте мне эти несколько долларов хватит деньги тратить блин пачка сигарет вот ты бросишь курить там не знаю там или еще что-то больше еще что-то пауэрбол вот раз и сыграй и как бы все глядишь может быть еще и опа опа иди что же делать суши у двоих этих как друзей-то и родственников бывших сослуживцев вообще был культурный шок если не против еще и блин денег собрал ну да это было здорово конечно но я думаю что сразу гостинькам скажут собирайте вещи там зря он сменит я за общество людей кобраю когда такой большой курс создавает где я поменю покучу матану и сливается быстрее за ботометом чтобы никто не вычислил с этими деньгами не знаю может меценатом стану да ты что о слушай новое срабо морозов денег для счастливой жизни думаю миллиона хватит а там уже посмотрим будешь с раком бороться или с крабом с раком это круто мне кажется уже давно побороли только все держат ну то есть найдешь смысл сейчас чем бороться и куда без смысл ну да я думаю лотерея это конечно из разряда фантастики но все таки одну ты уже выиграла мне все равно повезло правда я за вас из тренера потому что вот на моей практике всего лишь 3 семья которые вот реально выиграли очень много людей у меня знакомых играет и много зрителей канала играло в прошлом году где произошел сбой проверки там система сборила и там все ходили в травуе потому что ни у кого выигрыша нету не знаю вот в кое случае что может в последней лотерея мне очень много слухов что будет вообще меняется миграционная система вся миграционная политика Америки то есть вообще непонятно все очень туманно что будет в следующем году очень туманно ну вот такая вот как бы история хорошо ну вот все вопросы осветили всем привет значит если есть вопросы пишите в комментариях я думаю вам интересно будет почитать может быть даже ответим может быть даже ответим да будут вопросы хорошие пристойные вопросы есть и будут если будут нормальные пристойные вопросы пишите стараемся ответить хорошего всем дня спасибо 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 Продолжение следует...